Очередной профилактический рейд провели сотрудники полиции в Сыктывденском районе. Масштаб акции впечатляет. В проверке приняли участие сотрудники БЭП, уголовного розыска, наркоконтроля, ГИБДД и ППС, при силу поддержки спецназа «Гром». Какие задачи стояли перед силовиками, узнал Антон Квочкин. Здравствуйте. Можно к вам? Рейд начинается в селе Вильгард. Инспектор по делам несовершеннолетних посещает проблемные семьи, которые однажды попали на учет полиции. У этой женщины пару лет назад сын подросток начал токсикоманить. А что он сделал? Он начал пыхать. Пыхать из наркотики, что ли? Нет, ну бензин, освежитель воздуха, что там еще? Лак? Да, он приходил, только новую курску купили, он приходит уже весь в этом лаке, такой весь с полиции, сколько я забирала его. Ну а что? Друзья? Друзья, компания такая была. Сейчас он компанию поменял, как бы вот этих друзей, и сейчас он стал очень намного лучше. Он даже летом работал, он сам себе нашел работу. По другим проблемным адресам инспектор ПДН проверяет обстановку в доме, наличие у них продуктов питания, не находятся ли родители в алкогольном опьянении и не бьют ли своих чад, ходят ли их дети в учебные заведения. Все семьи, которые успеваем посетить, у представителя власти нареканий не вызывают. Да и в целом у них наблюдается положительная динамика. Видно, что и взрослые, и несовершеннолетние встали на путь исправления. Впрочем, так бывает, к сожалению, не всегда. Если в семье не происходит потрясения ситуации, то есть родители продолжают издеваться над ребенком, или, как правило, страдают алкоголизмом, то есть ребенка покушать нет ничего, за ним контроль утерян и так далее, то ребенка в том числе могут и забрать, выйти на лишение родственских прав, чтобы в жизни здоровье ребенка было в безопасности. После посещения неблагополучных семей съемочная группа отправляется на передвижной пункт полиции в село Пашга. Здесь работают сотрудники ГИБДД, наркоконтроля и кинолог с собакой при силовой поддержке спецназа «Гром». Поскольку такие полицейские десанты в последние годы высаживаются регулярно, нарушителей становится все меньше. Да и население уже относится к таким проверкам, как к чему-то обыденному. Ну, мы позволили здесь, мы что-то контролируемое место. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к проверкам? Нет, я не знаю. А? Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Пока инспекторы ГИБДД проверяют автомобили и водителей, на передвижной пост полиции поступает сигнал о семейном конфликте. По вызову на указанный адрес выезжает участковый. Здоровая? Да? Нет. Семейный конфликт? Женщина проводила в армию сына. Теперь боится родную дочь, которая, по ее утверждению, бьет ее и даже может лишить жизни. Впрочем, девушка эту версию полностью отвергает. Я просто хочу жить. Одна. Дома. И ждать сына. Господи. Заявление все другое. На побои. Надо будет сесть завтра. Побои. Есть у вас синяки? Давай, давай. Она меня убьет. Саша, нет. После того, как женщина пишет заявление, участковый берет объяснение у ее дочери. Да, я могу ответить, когда ты орешь. А что, я должна молчать? Почему я должна слушать твои крики? Потому что ты меня просто убьешь. Саша, нет, ты все. У меня маленькие дети. И сидеть за тебя. Я не собираюсь. Еще чуть-чуть, и я уйду. Спокойтесь. Терпение и спокойствие участковому было не занимать. В принципе, как и всем, кто участвовал в рейде 27 ноября. В селе Вильгард, Пашга и Зеленец было задействовано более 60 сотрудников. Они проверили больше 80 человек, 3 усилительных заведения и полтысячи машин. Только по линии ГАИ было составлено 89 административных протоколов. К уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлекли мужчину 1973 года рождения. 20-летнего юношу, объявленного в розыск за кражу, стражи порядка обнаружили отдыхающим в баре и доставили в отдел полиции.